Sony Xperia J это отличное сочетание классической аппаратной начинки в элегантном стильном корпусе. Беспроигрышное сочетание строгой лицевой поверхности и изогнутой задней крышки моментально притягивают внимание. Смартфон имеет средние габариты, благодаря чему им удобно пользоваться. Его вес составляет 130 грамм, к качеству сборки претензий нет. Лицевая часть оформлена сдержанно и строго. Сверху расположен динамик, датчик приближения, фронтальная камера. Снизу есть три сенсорные клавиши назад, домой и меню. Экран защищен от царапин закаленным стеклом Gorilla Glass. Сам дисплей здесь 4-дюймовый, выполнен по TFT технологии и может похвастаться поддержкой технологии Mobile Bravia Engine. Его разрешение составляет 854 на 480 точек, что обеспечивает высокую резкость изображения. Качество картинки на хорошем уровне, цвета выглядят живыми и естественными. Запас по яркости средний. На вогнутой задней поверхности мы видим глазок камеры, светодиодную вспышку и продолговатые отверстия динамика. Под задней крышкой находятся разъемы для симки и карты памяти. Тут же расположен съемный аккумулятор емкостью 1700 мАч. Его заряда хватит на пару дней при средней нагрузке. В качестве центрального процессора в Xperia J используется одноядерный Qualcomm с тактовой частотой 1 ГГц. За графику отвечает 3D-ускоритель Adreno 200. Объем оперативной памяти составляет 512 МБ. Производительность не самая высокая, но в подавляющем большинстве игр и программ ее достаточно. В стройной памяти здесь 4 ГБ, но ее можно расширить карточкой microSD емкостью хоть до 32 ГБ. Набор коммуникаций включает в себя 3G, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Также телефон можно использовать в режиме Wi-Fi роутера. На телефоне из коробки стоит операционная система Android версии 4.0, плюс используется фирменная оболочка интерфейса от Sony. Несмотря на огромные возможности, пользоваться смартфоном очень легко и удобно. В список дополнительного программного обеспечения входят практически все необходимые приложения. Тут есть клиенты соцсетей, электронная почта и программа работы с основными документами. Можно скачать новые приложения в магазине Google Play. Там вы найдете более полумиллиона нужных вам программ и игр. Встроенный видеопроигрыватель поддерживает лишь небольшой набор форматов и кодеков. Чтобы насладиться просмотром фильмов и видеороликов без конвертации, лучше установить софт стороннего производителя. Например, MX Player. Музыкальные возможности устройства на хорошем уровне. Предустановленный проигрыватель прост и удобен в использовании. К тому же присутствует эквалайзер с продвинутыми настройками звучания. Смартфон оснащен 5-мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой. Качество снимков хорошее. Видео она снимает в разрешении 640 на 480. Неплохая производительность, спокойный дизайн. По отношению цена-качество эта модель выглядит очень привлекательно. Не хотите переплачивать за дорогие смартфоны? Это устройство – отличный выбор. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же можно найти специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Всегда будем рады ответить на ваши вопросы.